Срок окончания работ по капитальному ремонту лифтов в 22-м доме по проспекту Музруково 16 декабря. В первом подъезде жильцы уже с начала месяца с комфортом поднимаются и спускаются с верхних этажей. Жители других подъездов вынуждены ходить по лестнице пешком, потому что там лифты не работают. Заказчик, подрядчик и контролирующий капремонт организации не пришли к единому мнению и не подписали акты приема выполненных работ. Нам сказали, что члены комиссии с нашего города, а именно Чекалдин, это ООО 3-16, не подписывает акт и не дает замечания. И отказывается подписать. И получается, что замечаний нет, как заявляют горьковские товарищи, нижегородские. А Чекалдин заявляет, что замечаний есть, а они их не реализуют. Жители дома добились проведения очередной комиссии, чтобы недостатки устранили до наступления новогодних праздников. Члены комиссии обследовали каждый лифт самым тщательным образом. Как нам по телефону пояснил руководитель подрядной организации, раньше все замечания поступали от треста номер 16 устно и оперативно устранялись. Но директор стройконтроля акты не подписывал. Нам ни разу еще не выдавали акт с замечаниями. То есть все замечания говорятся только на словах, а замечания такие, чтобы выдавать на бумаге, они не выдавались. Под напором жильцов члены комиссии работали 4 часа. Они поднимались в машинное отделение, осматривали кабины лифтов, оценивали внешние обрамления. Руководитель ООО «Трест» номер 16 отказался комментировать ситуацию с вводом в эксплуатацию лифтов. Как нам пояснили представители фирмы-заказчика Нижегородского фонда ремонта многоквартирных домов, по итогам работы комиссии выявлены незначительные недостатки, которые касались отделочных работ. Так как монтаж устройства произведен в соответствии с нормативами, то лифты решено запустить в тестовом режиме. Всю документацию передали управляющие компании для представления в Ростехнозор.